Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, я Эдуард Петер. И в руке у меня мука. Нет, мы с вами не будем делать фудфотографию, потому, как я вам уже рассказывал, я занят сейчас созданием космических миров, скажем так. И я подумал о том, что может быть это будет тоже кому-то интересно, и мы могли бы с вами сделать такой, я сделаю курс небольшой, о том, как создавать планеты, как создавать галактики, там различные астероиды, ну, все, что связано с этим, галактические предметы какие-то, скажем так, да, все, что связано с космосом, и начнем мы с простого совсем, потом будем усложнять и усложнять, пока не получим шикарный калаш, который не стыдно будет выставить на шаттер или на другие истоки. В интернете много таких, казалось бы, татуральчиков или мастер-классов, да, но, во-первых, очень много их там на английском, на немецком, на русском маловато, но даже не в этом дело. Многие из них опираются на то, что они идут в какой-то интернет, там страницы есть, где можно найти кучу текстур, и, допустим, текстуры Луны, текстуры других планет, и это нам не годится, потому что на шаттере носится робот-убийца, если он находит где-то, вы знаете, что свободные текстуры, это еще не значит, что вы им можете для коммерческих целей использовать, правильно? Поэтому мы будем действовать с вами таким образом, мы будем сами создавать текстуры, сами создавать планеты, Луны и так далее, и вот поэтому у меня кусок, это пачка муки. То есть вот такое предложение, но, ребята, дело в том, что, ну вы же знаете, что меня мотивирует то, что когда я делаю, и меня смотрят, и это кому-то нужно, в конце концов, а узнать я могу только очень просто, когда вы ставите плюсики. Я хочу, чтобы под этим видео получилось, ну где-то 50 плюсов, потому что 50 плюсов – это 50 за, но от силы 25 будут действительно стараться. И я бы хотел, чтобы вы в этот курс прошли, и потом мы с вами сделали такой конкурс, галерею, также ВКонтакте, где вы бы попробовали уже на основании моих знаний, которые я вам дам, собрать действительно красивые коллажи, какие-то свои, это будет не так сложно, я постараюсь, да хочу все объяснять и подробно. Но я еще раз говорю, мотивация должна быть не только у вас, она должна быть у меня. Поэтому не хитрите, не ставьте один человек, 3-5 плюсиков, посчитали 10 человек, ну уже все. Нет, ребят, в этот раз я действительно хочу серьезно, и это будет, наверное, состоять около 10, курс такой будет космический, около 10 маленьких туториалов, ну как маленькие, обычные, 20-25 минут. Вот. И почему мне нужны ваши голоса, как хотите. Я завтра уеду в Бельгию, да, там буду, если повезет, мы будем снимать рыцарский турнир. Вот. Для меня это интересно тем, что можно всякую амуницу поснимать, там лошаде поснимать и так далее. То есть, мне этот интерес тоже есть большой, поэтому я завтра с утра проеду. А вы в это время подумайте действительно, нужно она вам это или нет. А начнем мы с самого простого. Мы создадим сейчас текстуру лунного грунта с помощью муки. Давайте я вам покажу, как я это делаю. Естественно, что вы можете свои инструменты использовать, это просто как идея. А потом пойдем в фотошоп, и я покажу самый простой способ создать вот первую картинку. Хорошо? Договорились. Вот. Такая у нас штука получилась из муки, да? Нормально, я считаю так. Теперь мы сделаем следующее. Но сначала я это делаю все, конечно... Так, нет, этот мне не надо. Не надо. Вот, что мне надо. Так, мы сделаем квадрат. Нам нужен квадрат. Так. И теперь уже с помощью экспонера там уберем цвет совсем, уберем насыщенность, уберем красочность. Тоже нам не нужна. Нам нужна четкость в основном. Вот такая четкость, контрастность нам потребуется. Вот так. Вот так. Экспонер. Ну, не столько поскольку. Вот так тоже. Отлично. Так, свет. Не знаю. Тени. Да, тени должны быть жесткие. Мы еще раз с этим мнением сделаем. Да? Вот так. Вот такое мое изображение. Сейчас откроемся. Это мы делаем заготовку для нашей лунной. Так. Что нам надо сделать? Первое на первое надо нам создать лунную поверхность. То есть мы сейчас на всякий случай это еще раз сделаем. Потом возьмем круг. И сделаем, зажав shift, очень круглый круг. Вот так это. Есть. Можно было и поменьше еще сделать эти кратеры этих слишком большие. Но это не важно. Главное, что как у нас сейчас это все получится. Мы сейчас пойдем в фильтр. Возьмем искажение. И скажем, сферизация нам нужна. Вот. И у нас такая круглая сферизация. Получается так. Сферизация. Качество у нас должно быть хорошее. Должно быть качество на 100%. И говорим окей. Ну и получаем вроде бы как какую-то такую планету. Это не луна. Это понятно. Вот. Ctrl-S, Ctrl-F. Мы получили теперь вот такой кусочек луны. Да. Чтобы его увидеть, мы сейчас возьмем. Заполним черным внизу. Вот. И видим, что у нас что-то получилось такое. Хорошо. Так. Отлично. Следующий наш этап. Это будет сделать это совместно. Вернее еще один слой. Перейти в перекрытия различные. И поискать то, что нам нужно. Сейчас мы найдем. Вот. Перекрытие очень хорошее. Получается так. Вот. Яркий свет. Что нам тоже очень не нравится. То есть, это именно такой космический, да? Линейный свет. Ну, посмотрим сейчас с вами, что тут. Мне нравится линейный свет. Линейный свет. Есть такое дело. Можем соединить сразу же в одну. И допустим, чтобы у нас увидеть, что у нас получилось. Вот такая, допустим, у нас получилась поверхность. И далее мы должны будем это делать все как бы уже превращать действительно в какую-то планету. Для этого нам надо, чтобы какая-то слабо разряженная атмосфера оттуда выглядывала, может быть, солнце там или какая-то звезда. И поэтому мы с вами сейчас сделаем следующее. Так как у нас это для начинающих, то мы будем и действовать как для начинающих. Вот смотрите. Чтобы создать звезды, да? Есть такой простой способ создания звезд. Мы берем еще один слой. Заливаем его белым. Вот так. Говорим, что это у нас будет затухание. И убираем до одного процента. И у нас получается, ну, очень-очень много звезд. Вот так. Вот такое у нас космическое пространство получилось. С кучей звезд. Ну, у нас получилось, ну, слишком много звездочек, да? Это понятно. Поэтому, чтобы от этого избавиться, есть такой способ. Мы с вами сейчас создадим под этой новый слой. Вот так, да? И эти вместе вот сейчас приберем. Ctrl-E. Раз. Прибрали. Ставим опять же затухание. И теперь непрозрачность. Видите? Смотрите. Теперь мы можем регулировать, сколько у нас будет звезд. Или вот столько, или вот столько. А может быть даже вот столько. Ну, мне будет достаточно вот так. То есть 3%. Если хотите, можете сделать больше, да? Вот. До 30%. Ну, как бы я не сторонник. Так вот так сделаем. Хорошо. Отлично. Далее нам надо придать объем. Она как бы есть, да? Но мы должны поиграться сейчас со светом. Первое, что я вам предложу. Один из первых способов. Это вот я сейчас тоже продублирую слой. Возьму уровни и затемню. Так это довольно-таки сильно затюкло. Хорошо. Есть у нас такое дело. Отлично. Далее кликаем на сам круг. Другим инструментом, овальная область, зажимаем Alt и убираем половинку. Вот так. Делаем такую луну. Хорошо. И теперь мы можем просто-напросто это дело инвертировать. Ctrl и... Неправильно. Нам надо сначала Ctrl и сделать вот так. То есть Alt и выбор сделать такой. И теперь мы можем Ctrl и применить. То есть таким образом мы выбрали вот эту часть. То есть вам надо будет всю плоскость сделать. Как вы видите, у меня вся плоскость. И поэтому вот это здесь осталось. Все отлично. Далее мы убираем Ctrl и убираем это. Так, но так тоже нельзя оставлять, потому что такая грань, она имеет возможность быть. Но нам это такая не нужна. Поэтому идем в маски. Делаем растушевку. Так, так, так. Вот такую растушевочку мы сейчас сделаем. Отлично. Вот такая у нас растушевочка. Хорошо. Далее мы теперь делаем еще раз. И... Мы это можем соединить. Теперь Ctrl и... Так. И теперь делаем еще один заход. То есть тоже делаем темно. Добавляем здесь серого. Вот так. Вот так. Так. Можем соединить. Можем теперь здесь поставить белую маску. и взяв кружочек начать работать с черным цветом. То есть у меня желание такое, чтобы вот этот край все-таки чуть-чуть был темный. Поэтому была такая круглая вещь. Отлично. Отлично. Так. Сейчас посмотрим, нужно ли нам... Мы можем еще раз сделать выбор. Потом потащить вот сюда немного. и здесь взяв белую кристочку. Этот краешек немножко сделать рефлекс тут. Не, ну это много. Так. Если мы сейчас Ctrl-Shift-E сделаем этот, он будет только вот здесь. Да? Ага. Хорошо. Итак. Идем вот сюда. Делаем маленько. Я хочу просто полосочкой здесь сделать. Светленько. Вот так вот. Вот так. И посмотреть, что из этого будет. Ну нет. Это не пойдет. Это не очень красиво. Поэтому мы останемся так, как оно есть. Но сейчас сделаем следующее. Когда у нас уже все получилось, в принципе, готово. Хорошо. Так. Мы соединяем это дело. Все. Ой. Ctrl-E. И вот здесь используем уже внешнее освещение. Давайте использовать внешнее освещение. Так. Внешнее освещение. Здесь у нас можем размах увеличить немножко. Вот так. Размер. Вот так. Отлично. Окей. Так. И из внешнего освещения правая кнопка мыши мы говорим образовать слой. Все. Теперь у нас отдельный слой. И вот с этим внешним освещением мы, конечно, можем теперь делать все, что хочешь. Ctrl-T. Чуть-чуть подгонять. Сюда. 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 то есть я хочу меню. Так. Вот здесь встать. Вот так. Мне хочется. И непрозрачность посмотреть. Нужна она такая? Прямо вот такая. Или не нужна? Так. Ну, оставим как есть. Хорошо. Далее мы можем сделать скажем так еще один слой и посмотреть сказать, что это будет у нас цветность. Так. Или же есть еще один вариант. Секунду, мы с вами другой сделаем вариант. Мы сделаем следующий слой. Мне кажется, так будет симпатичнее. Так. Секунду, мая. Вот он наш этот. Давайте мы попробуем сделать следующее. Есть фильтр в рендеринге. Вот. Есть эффект где он рендеринг? Вот рендеринг эффекта освещения. Вот мы ими сейчас и воспользуемся. Так. Такое нам не надо. Вот здесь мы возьмем так. круг света возьмем давайте. Нет, такой тоже круг света не нужен. Нам нужно вот по умолчанию у нас вот такая штука получается. Так. И мы ее сейчас применим по умолчанию. подведем сюда. Да. И цвет можем какой-нибудь выбрать голубоватый что ли. Ну такая нам не нужна луна. А вот что-то вот вот такое. Вот что-то вот такое вот такое. Да. Так наверное будет хорошо. Окей. И сказать здесь окей. Все отлично. Теперь мы можем здесь это уже применить. Ну-ка. Рендеринг. Фирт освещения. Будет он на это действовать? Да. Он немножко действует. На освещенность посмотрим. Да. Это то что нужно. Центр освещенности вот так. Интенсивность вот так. Окей. Отлично. Ну и следующее у нас в программе это поставить сюда какой-нибудь линз. Что я имею ввиду? Я имею ввиду что мы сейчас делаем здесь слой. Можем заполнить его черным. вот так черный. Тинс. Я нажимаю Ctrl и обратную стрелочку. Вот так. Раз. А сюда уже мы сейчас с вами сделаем вот где он у нас рендеринг вот блик. Вот допустим вот этот блик мы сюда поставим. Вот такой блик и скажем экран. и переведем его отсюда. И так как здесь у нас красный то мы можем этот красный немножечко изменить тем что поменяем его цвет. Так где у нас настройки вот я у вас настройки можем вот такое сделать голубой в принципе так ну и чтобы у нас совсем у нас скажем так не потерялось мы свечение еще одно сделаем хотя в принципе вот это свечение можем просто его подвигать вот так как-то сделать так и саму эту луну свечение сделать чуть меньше там она у нас прям огромная такая вот сюда поставим так далее добавим немножко света сюда вот так так где наш вот так естественно мы можем с этим еще поработать тем что добавим сюда небольших кратеров мне показалось что маловато но это просто то есть мы берем штампик берем этот маленький кратер вот и здесь можем его наладить так тут можно взять то поставить и так далее вот так ну и я бы все-таки добавил сюда какой-то цвет давайте посмотрим какой нам подойдет вот так ближе к фиолетовому так ну а после того когда все готово в принципе мы можем так синий лучше синий оставить или красный если синий тогда нам надо и нашу эту раскрашивать так вот да будет лучше и чуть-чуть здесь чуть-чуть чтобы оставить такое ограничение да и прозрачность немножко уменьшить так вот ну и вот в принципе такая картинка у нас получилась то есть это вот точно для начинающих ну еще мне так подумалось что в принципе мы с вами сможем не обязательно делать это прямо луна потому что это все равно не луна давайте возьмем вот этот градиент допустим да и его вот здесь вот так заполним так и начнем искать какой вам нужен экран наверное или еще что-то вот давайте посмотрим вот этот мне нравится это затемнение основы но чтобы он не был уж таким прям ярким ярким чуть-чуть мы его сгладим вот так вот так так и тогда нам вот лути голубой убрать а вот этот яркий оставить так вот так тогда все это будет совпадать то есть вот так дорогие друзья мы с вами сделали очень простенькую такую космическую картинку далее мы будем это конечно все усложнять там пойдут всякие разные галактики пойдут потом пойдут другие звезды рядом там и так далее ну вот это вот я говорю это первый первый шажок который надеюсь что вам понравился и как я сказал если у вас есть желание продолжать то вы должны за это дело проголосовать ну а я с вами пока не прощаюсь еще скажу пару слов в камеру и вот тогда попрощаюсь окей ладно так ну а теперь настало время свести эти все слои так вот четвертый какой-то у нас лишний получился внешнее свечение мы можем немножечко конечно увеличить вот так соединим и теперь немножечко прозрачно соберем как нам нужно вот так допустим все хорошо вот так вот отлично так далее вот этот слой где у нас находятся звездочки да соединим так соединить его нельзя потому что пропадает видите все пропадает поэтому его надо вывести наверх вот не обращайте внимания что-то звезды появились уже и тут так черные нам не нужны естественно о вот так далее вот эти все слои мы можем теперь собрать в один и на этом просто взять резиночку убрать лишние звездочки вот так хотя парочку можно было бы оставить впереди что-то есть ну да ладно вот так все хорошо и теперь соединяем этот слой и получаем вот такую картинку ну вот дорогие друзья самый простенький такой мастер-класс по космическим пейзажам мы с вами сделали он такой действительно очень простой и легок для повторения я надеюсь я надеюсь что вам это понравилось и еще раз напоминаю что для того чтобы получить следующие девять уроков вы должны за это проголосовать то есть 50 человек должны поставить плюсики вот такие у меня условия а на этом я с вами прощаюсь всего доброго с вами была фирма петерсон и я Эдвард Петер пока петерсон 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 Продолжение следует...